Добрый день, люди! Это Яков Файн, 29 сентября 2020 года. Южная Флорида. Канал называется «Будни Америки глазами диванного аналиста». Сначала ответы на какие-то комментарии. Данил писал, спасибо за подкаст, немного было страшно, странно слышать про бельгийских врачей, которые оценили ограничительные меры для бизнеса как большое зло. Вроде это компетенция экономистов, и без этих мер число смертей могло быть гораздо больше. И немного аморально говорить, что мы пожертвуем человеческими жизнями, чтобы бизнес не страдал – это нарушение права на жизнь людей, особенно пожилых, которые в наибольшей группе риска. Начнем с того, что если бы этот комментарий вы написали полгода назад, я бы очень удивился, потому что это практически мои слова. Я это говорил сам в марте месяца этого года. Но марксизм не догма. Ситуация меняется. В марте месяце все были очень напуганы. Врачи не знали, как лечить. С масками они сегодня говорили, нужны маски, завтра не нужны маски. Потом они неэффективны. Отдайте их врачам. Потом была следующая паника у них на тему, как у нас их называют «ventilators». Это прибор по искусственной вентиляции легких. Боже, нужны вентиляторы. Их не хватает, в Америке нет. Все из Штатов полетели представители в разные страны мира, в основном, конечно, в Китай, договариваться, перекупали друг у друга, чтобы лишь бы воткнуть в глотку человеку вот этот вентилятор. Чтобы их хватило. Понимаете? Я уже тогда говорил, это были известные факты. Только 20% из тех, кому ставили вентилятор при диагнозе COVID, выжили. Вообще выжили. 80% нет. Чего было шуметь тогда? Никто ничего не знал. Сейчас ситуация меняется. Да, цифры растут. А в это же самое время губернатор Флориды открывает все. Цифры растут заболеваний. Но количество смертей уже как бы под контролем. Будут ли умирать люди? Да. Так же, как будут умирать люди от гриппа? Да, будут умирать. Но наука не стоит на месте. Наука движется вперед. И тот вред, который наносил локдаун, всем значительно выше. А то, что нужно беречь людей из группы риска, то есть нас, пожилых людей, это, конечно, правда. Берегите нас, ребята. Берегите, как можете. Но не путем того, чтобы уничтожать страну и плодить людей с нездоровой психикой и увеличивать домашнее насилие. И чтобы дети не могли нормально ходить в школу. И чтобы люди теряли бизнесы. И чтобы люди портились тем, что им разрешают сидеть на пособии по безработице долго и платят им столько, что никакого желания работать нет. Люди не могут общаться по-человечески нормально. Этот демедж суровейший. А мы, пожилые люди, ну, кому суждено будет, тот уйдет в дальнюю дорогу. Короче говоря, марксизм не догма. И то, что было правда полгода назад, сегодня, я с этим не согласен. Я уж не говорю, что у меня у самого иголки в заднице. В этом году мы не выехали из Соединенных Штатов. Америки. Никуда. Никуда в отпуск. Мы чудом с женой успели слетать. Это было в середине февраля. Мы сумели слетать в Лас-Вегас. И там на вертолётике полетали над каньоном. И вернулись. Слава Богу, хоть это. Спасибо, как говорится, и за это. А теперь надо придумать, куда может всё-таки прокатиться внутри страны. И то, уже смотрю на карту, чтобы штат был республиканский. Потому что, если демократически, там будет всё закрыто. Они хотят насолить, вы знаете. Не будем говорить на эту тему. Хотя, вот буквально только что смотрел в новостях. Наш неудачный мэр Деблазио получает удар в глаз. Первый. От Teachers Union, профсоюз учителей, директора школ, которые входят в этот профсоюз, по-моему, так, выразили недоверие мэру Деблазио, как он вообще распоряжается ситуацией со школами, что дети не могут ходить в школу нормально. И они просят, чтобы руководитель штата, губернатор штата Куома, чтобы он взял на себя руководство его вопросами школьного образования. Но это первый удар. И я очень рад, чтобы этого некомпетентного мэрика сбросили, наконец, из города, выбросили из города Нью-Йорк. Чтобы он нас всех не раздражал. Теперь, следующий был комментарий от человека под ником SoFarSoGood. Пока ничего. Пока нормально. Типа, переводится этот ник. Добрейшего времени суток, Яков. Знаете, на днях взломали канал Михаила Портнова. Вы, как человек, и зайти подскажите, пожалуйста. Неужели нет надежных спошевов, защиты от подобного? Отвечаю коротко и быстро. Нет. Нет. Всегда будут люди, которым плохо живется, когда другому хорошо. Всегда люди будут пытаться навредить. Просто потому, что они такие пакостные ублюдки. Мерзопакостные ублюдки. Это тешит их самолюбие. То, что они могут кому-то навредить, усипнуть. Создавать свой контент они не могут. А вот ломать чей-то они могут. Поэтому так будет всегда. Каждый раз, когда будет находиться противоядие, будет образовываться новые какие-то проколы, дырки. И все меняется. И все учатся и те, которые делают средства защиты, и те, которые их пробивают, эти средства защиты. Поэтому надо научиться с этим жить и иметь бэкапы, иметь возможности восстановить сайты и так далее. Если сайты промышленные, то все должно быть нормально. Я не знаю, вы говорите о сайте Михаила Портнова. Может быть, вы имеете сайт его школы. Но уж точно не ютубовский канал. Потому что там защитой занимался бы ютуб. А я не знаю, где был канал. А вообще, вы говорите, канал. Это ютубовский канал. Поэтому средства защиты, все, которые были у ютуба, наверняка были использованы. И, видите, не хватило. Так что это проблема ютуба. Ну, конечно, они что-то исправят, если это так. Так, следующий человек под ником TheKypes пишет. Вы на постоянной основе пользуетесь услугами психотерапевта. Не подумайте ничего плохого, но вы используете некоторые приемы, которые обычно могут посоветовать психологи. Стало вдруг любопытно. Отвечаю абсолютно честно. Не пользуюсь. Не потому, что я против этого. Пока обходился своими силами. Пока не нужно было. Ну, бывают там чувства тревоги иногда, конечно, появляются. Друг откуда ни возьмись. Ну, пока что бокальчик вина мне помогает. Ну, или два. Это не то, что я кому-то советую. Таким образом лечиться от чувства тревоги. А особенно, если у вас что-то более серьезное. Но я не пользуюсь. Почему вот эти вот... Я вроде как использую некоторые приемы, которые используют психологи. Я не знаю, о чем вы говорите. Если можете, проясните. Но я просто использую то, что называется common sense. Здравый смысл. Психотерапевты, они тоже, наверное, пытаются использовать здравый смысл, когда разговаривают с человеком, выслушивают его. И, может быть, поэтому какой-то схвост. Но я не пользуюсь ни психотерапевтами, ни психиатрами. Слава Богу, пока не пользуюсь. Хотя не зарекайся от сумы и от тюрьмы. Это правда. Это правда. Следующее. Когда, раз уж мы заговорили о психотерапевтах. Причем сказать такую ситуацию. Вот была буквально-буквально совсем недавно. Ну вот, прилег я на диван днем и включил новости. Там какой-то был канал, неважно какой. Или на ютюбе я переключал. Но такие новостные каналы. Вообще я редко включаю телевизор, чтобы посмотреть новости. А тут я смотрю. А новости у нас какие? Такие, которые грузят. Вы же понимаете. Это не то, что там комедия какая-то. Типа слуга народа. Или что-нибудь такое. А грузят и грузят. Там плохо, здесь плохо. Там восстание. Тут Трамп наделал чего-то там. Тут все черные важны, а белые не важны. Ну, короче, давят и давят и давят. Я вот так лежу, переключаю. Жена там ходит туда-сюда. И говорит мне, ты не можешь переключить на что-нибудь, чтобы было приятно слушать, а не вот эти новости. Я возмутился, честно. Я вообще редко, чтобы так я взял и сел на диван и начал смотреть новости. То есть я как бы не злоупотребляю этим точно. Я и говорю, я, как ты можешь мне это говорить? Я на пять минут лег на диван посмотреть новости. Ну, мы не считаем вечерние сериалы, где я тоже лежу на диване. Я лег на пять минут посмотреть новости, и ты мне уже говоришь, чтобы я переключился на что-то веселенькое. Дай мне посмотреть, что я хочу пять минут. Это сказал я. Жена на меня посмотрела и говорит, ты знаешь, тебе надо показаться к врачу. Я удивился. Я говорю, чего? Она говорит, ты какой-то стал агрессивный. И я обалдел. Я говорю, я на пять минут лег посмотреть эти долбанные новости. Теперь же я еще и говорю, что дай мне пять минут посмотреть новости, и я теперь стал агрессивным. Так что, ребята, если вы меня скоро увидите сидящим в очереди в кабинет к психотерапевту или даже психиатру, знайте, жена меня уговорила лечиться от агрессии. А что говорит жена, надо слушать. Вот так. Теперь, что касается еще таких-то мелких темочек, таких. Как вы знаете, я отсутствую в городе Нью-Йорке уже довольно давно, с середины июня, можно сказать. А у меня в городе Нью-Йорке, как вы, может быть, тоже знаете, есть место для машины. Ну, такой подземный гараж, паркинг, который я снимаю. Снимал я его за 400 долларов в месяц. И там у меня всегда стоит машина. Мы ей пользуемся редко. Все-таки живем в Манхэттене. Она там особо не нужна. Ну, может быть, четыре раза в месяц мы ее берем, пользуемся ей. Тут мы укатили вообще. Мы укатили вообще. И там вообще никого нет. Ну, я имею в виду, паркинг пустой. Но в этом паркинге конкретно, они говорят, если ты хочешь, чтобы за тобой сохранилось место, и если ты не пользуешься, может, тебе надо уехать на месяц, то ты нам скажи, а мы за месяц тебя зачаржим. То есть месяц, извините, не так. Вместо месячной оплаты ты должен нам будешь платить половину, 50%. А мы будем держать твое место. Ну, думаю, ладно, фиг с вами. 200 долларов в месяц заплачу. А еще одна вещь есть там какая. Если человек хочет прекратить парковать машину там, то он должен за месяц написать им за месяц и сказать, что это будет последний месяц. Так что дальше за меня денег не просите. Одним словом, июль, пол июня мы сидим здесь, июль мы сидим здесь, август мы сидим здесь. Думаю, надо и на сентябрь продлить вот эти 50%, чтобы с меня не брали много денег. Тут захожу я на этот свой аккаунт в интернете, чтобы посмотреть, как там дела с оплатой. И смотрю, они подняли цены на 10%. 10%. То есть было 400, а они хотят, чтобы я заплатил 440. Я обалдел. Тут опять у меня взыграло чувство агрессии. Чувство агрессии. Я себе думаю, город пустой, Манхэттен, сейчас. Из-за пандемии, бизнесы ушли из города. Это не то, что паркинги переполнены, такая конкуренция, что я не могу себе найти паркинг. Их как грязи в городе сейчас. Я думаю себе, не, это так не годится. Я лучше сделаю кенсел, отменю вообще свой мембершип. И откажусь от этого места. Когда я решу приехать, я возьму новое место, а другое в другом месте. И я им пишу, я им пишу. Дорогие кастомер-саппорт, я хочу отказаться от ваших услуг. Кенсел мембершип. Вы подняли мне цену без предупреждения. И поэтому я хочу кенсел мембершип. Не вообще, потому что мне вы не нравитесь, а потому что вы без условий всяческих в наглую подняли мне цену. И пишу, что они больше ничего не писали. Так что кенсел. Они мне отвечают. Я уже не говорю о том, что к ним дозвониться невозможно было, они все ушли куда-то по домам сидят, и только на e-mail отвечают. Ладно. Она мне пишет, отвечает, что когда вы последний раз вежливо так парковали машину в нашем гараже, а я ей тоже вежливо отвечаю. 13 июня. То есть уже больше двух месяцев назад. С тех пор, говорю, я не пользуюсь вашим парком. Ну, думаю, я ее удивил. Она скажет, да, ну, хорошо. Все, заканчиваем. Отменяем мембершип. Она мне отвечает. Хорошо, говорит. Нет проблем. Мы с вас. Мы закончим ваш мембершип, но вы должны будете заплатить 5 долларов за processing fee, так называемую, то есть за то, что мы это оформим все, и за весь месяц сентябрь. Почему? Потому что я должен предупредить за месяц. И тут я вспоминаю одну вещь и одна фраза. Ну, у нас, я не знаю, говорят ли у вас такое, не говорят у вас такое, но у нас еще тогда союзом говорили, надо пойти открыть рот. Я помню, мы так смеялись, когда-то мы были где-то в отдыхе большой компании, и там были дети с нами, и там одна девочка была. А дети наши, которые родились здесь, они у них еще и такой русский смешной. Ну, там тоже была какая-то конфликтная ситуация, и она говорит, мы там сидели, все, она подходит. Вот такая ситуация, маме приходит, рассказывает, говорит, мама, мне пойти открыть рот. Мы так начали смеяться. Ну, вот я сижу и думаю, надо открыть рот. Это наглость вообще. И я им пишу, пишу я им следующее, что, мол, это наглость. Говорю, у вас пустой город, машин нет, я платить больше не буду. До свидания. Значит, тут возникает какая ситуация. Я вам это рассказываю, как я сделал, но это не значит, что это правильно, или что я вам советую так за себя вести. Почему? Потому что у нас очень четко работает система долгов и сбора долгов. Как она работает? Во-первых, у нас у всех есть так называемая кредитная история, credit history. И она там по баллам, есть три таких главных бюро, на всю страну, которые знают все, кто когда не заплатил, или опоздал, или еще какой-то более злостный. И там баллы меняются. Скажем, если у тебя там больше 750 баллов, то у тебя отлично, это считается отличная кредитная история. Если ты, допустим, хочешь купить дом и взять ипотеку, или хочешь купить машину, взять деньги в долг, то вот это все, оно важно. Я тут же, естественно, я это все понимаю, помню, я о себе говорю, что они мне могут сделать. Разбираться они вряд ли будут, потому что у них нет кейза. Ну как, они могут, значит, возникать шум, поднимать шум, что, мол, я месяц не предупредил, но, с другой стороны, они подняли мне цену без предупреждения. Короче говоря, пойду на конфликт. Открою рот, сказал я себе. Видите, какой я агрессивный. И вот я ей написал, что у вас парковаться больше не буду. Я понимал, что если они решат пойти to go after me, пойти за мной, как это говорится, они не придут ко мне с утюгами горячими на живот ставить. Нет. У них тут все до автоматизма. Автоматически, если я, допустим, не заплачу пару месяцев, они мне будут напоминать, может даже позвонят, а потом они сразу передают то, что называется collection agency. Их тоже много, которые занимаются сбором долга, без утюга горячего. Они начинают звонить, они начинают писать письма, они начинают угрожать. Ну и, естественно, если уже твое дело перешло в collection agency, то у тебя кредитный счет твой, очки твои резко падают, а если тебе понадобится брать долг, то, конечно, уже это... То есть на тебя это повлияет. Но мне не надо брать долг. Я ничего не планирую покупать, не планирую покупать какие-то дорогие квартиры, машины и так далее. Не надо мне их. Поэтому они меня могут только соли на хвост насыпать. Да, ну будет неприятно, ну что делать. Но здесь я решил пойти на принцип. Да, я решил пойти на принцип. Короче, проходит еще неделя, и получаю я письмячишко от них. А может, дорогой товарищ Яков, может быть, вы хотите... Мы понимаем, пандемия бушует по стране. И вот у нас есть такая услуга. Мы можем поставить ваш account on hold. Типа сделать такую паузу, одноразовая, говорит это. То есть в сентябре можете не парковать у нас, но зато мы для вас будем держать место. Если вы решите в октябре приехать, то у вас будет ваше же место. Now we are talking. Это уже другой разговор, понимаете? Но говорю, хорошо, другое дело. Короче, к чему я вам это все рассказываю? Ну, к тому, что я открыл рот, и мне это помогло. Советовал ли я вам открывать рот? Чаще всего я советовал бы уйти от драки, не лезть в драку. Уйти. Вот если у вас есть какие-то приятели, друзья, которые там боксеры, каратисты, дзюдоисты, не знаю кто, если вы их спросите, что ты будешь делать, если тут попал в ситуацию, когда группа товарищей тебя, гопников тебя окружила и хотят от тебя что-то, тебе они обязательно скажут одно. Я попытаюсь убежать или уйти от этой ситуации. Хотя он профессионал, хотя он умеет отрубить пару человек или боксами, или пару приемчиков показать, может даже кое-что сломать, но они понимают, эти люди, что у них в руках нечто, что лучше не использовать, а лучше уйти. И в жизни точно то же самое. Ча лучше всего уйти от конфликта, если можно. Но в данном случае я уже полезно рожен, открыл рот, и в данном случае у меня это прошло. Но, опять же, вам это может и не нужно, но я просто решил вам рассказать о такой ситуации. Ну вот, и напоследок, буквально хочу вам посоветовать один сериальчик. И вы, кстати, мне что-то давненько не советовали. Я посмотрел какие-то, я уже, по-моему, вам говорил, я посмотрел сериал, такой шпионский, израильский, Тегеран называется. Потом я посмотрел французский сериал, который называется Бюро, тоже про шпионов. А сейчас, а сейчас мы с женой смотрим на Нетфликсе. Вышел новый сериал, называется Рэдчед. Рэдчед. Это фамилия. Конечно же, вы смотрели суперизвестнейший фильм, который входит у меня, наверное, в первую там, ну, в пятерку фильма вообще за всех времен и народов. Он назывался One Flew Over the Cuckoo's Net. Кто-то пролетел над гнездом кукушки. Помните, играл Николсом в роли о сумасшедшем доме? И там была медсестра. Ее фамилия была Рэдчед. Такая злая медсестра там была. Так вот, этот сериал, который сейчас Нетфликс сделал, это как бы такой прикол. Прикол, это не сиквел, а прикол. Прикол, это что было перед тем, перед, скажем, этим фильмом с этой медсестрой. Вот. Фильм сделан очень красиво. Артисты играют классные. В общем, картинка такая, съемки такие красивые просто. Знаете, это здесь называется кинематография. А, наверное, по-русски это будет аналог операторская съемка, операторская работа, а может быть, еще там что-то. Костюмы, ну, сделано классно такое, в напряжении держат. Посмотрите на медсестру Рэдчед. Ну вот, за всем я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и благополучны. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok